Современное искусство теперь в Наринмаре. Под открытым небом на площадке перед деловым центром Арктика открылась уникальная выставка Аллеи Победы. Скульптуры приехали к нам из Петербурга, а с ними и несколько мастеров. Посмотреть на их работы можно даже ночью, уверяют организаторы. Еще год назад подобный проект «Современная выставка под открытым небом» мог показаться фантастическим для региона. Организаторы до последнего не были уверены, что приедут в Наринмар. Сложная транспортная схема, неблагоприятные погодные условия и отсутствие опыта региона в организации подобных мероприятий помогло огромное желание и неравнодушные к искусству люди. Это очень приятно оказаться в такой теплой, буквально теплой дружеской обстановке, в которой мы сейчас с вами находимся, которая нас здесь окружала. И надеюсь, что у нас теперь будут очень плотные художественные контакты. Выставки Наринмара будут экспонироваться в Петербурге. Наши выставки петербургские будут приезжать сюда. Целый год организаторы формировали выставку специально для Наринмара, а посвятили ее главному празднику будущего года. Не секрет, что следующий год у нас полностью посвящен самому главному событию в истории нашей страны 20-го века – это победе, великой победе в Отечественной войне, Второй мировой войне. И, конечно же, вклад каждого жителя тогдашней нашей страны, его невозможно переоценить. И память потомков, она должна жить. И, конечно, искусство, как ничто другое, служит для поддержания этой памяти. Экспозиция представлена 13 работами. Скульптуры сделаны из бронзы, камня и других материалов, способных выдержать ненастную северную погоду. Сделана работа из стали, из самой мягкой стали, которая есть. Она низкоудеродистая, мало подвержена коррозии, поэтому может экспонироваться в обычных условиях, под открытым небом, под дождем. Скульптура Игоря Андрюхина «Жернова» выполнена с глубоким философским смыслом и трепетом. По лучам сварки заметно, что рука мастера дрожала. Это придает ей особый шарм. А это «Дети войны» и «Реквием» – прекрасные работы Натальи Карповой. Выставка представлена не только произведениями, посвященными Великой Отечественной войне. Есть здесь и авторские работы, навеянные скульптором, спортом или другими видами деятельности. Вот эта работа называется «Окаменелость». Я вдохновлялся раскопками. Может быть, это как-то связано с исчезнувшими животными, с мамонтами. Похоже на гигантскую кость. Организаторы отмечают, тема войны неразрывно связана с темой мира, человеческой жизни, стремлением людей к самосовершенствованию, развитию и достижению новых горизонтов. Именно этим смыслом наполнена скульптура Антонины Фетхулиной «Золотой воин». Человек с кампьем, нацеленный на победу. Уникальный для заполярной столицы проект выставка «Аллея Победы» призвана ознаменовать развитие современного искусства в нашем регионе. Напомним, она будет открыта для всех желающих до 15 сентября. Закир Вафин, Вадим Стасюк, Александр Дуркин, Телеканал «Север».